Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодня мы поговорим о жизни с электрокардиостимулятором. Мы так и назвали тему «Жизнь с электрокардиостимулятором. Ответы специалиста». У нас в студии Денис Олег Николаевич. Это аритмолог, кардиолог и рентген-эндоваскулярный хирург Ульяновской областной клинической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич, тема аритмии, я считаю, очень актуальная, очень интересная тема. Вообще, по статистике, порядка 52% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится. Очень большая доля приходится именно на сердечно-сосудистые болезни. И около 15% приходится именно на аритмии. То есть болезни сердца связаны с аритмиями. То есть это нарушение ритма. Скажите, пожалуйста, какие виды нарушения ритма чаще всего встречаются? И вообще, что такое нарушение ритма? И по статистике, может быть, скажете, в нашем регионе какие-то превалируют нарушения ритма? Или абсолютно не отличаются от других регионов? То есть нарушения ритма у нас встречаются в нашем регионе совершенно разнообразные. Как и везде, наверное. Как и везде, да. Наиболее часто встречающиеся нарушения ритма – это экстрасистолии. То есть внечередные сокращения из предсердия или желудочков различных структур сердца. Они могут быть совершенно безопасными, могут быть и опасными, но в любом случае, как бы должен сказать, что если есть перебой сердца, то это повод обратиться к терапевту или кардиологу. А дальше уже будут обследования и выявления количества этих экстрасистол, исследования структуры сердца. То есть в динамике. Да, и дальше уже мы относимся к нарушению ритма, соответственно, со структурными изменениями в сердце. А нарушения ритма совершенно разнообразные встречаются в нашем регионе. Также встречаются и тахикардии, и брадикардии. Помимо экстрасистолии, это, конечно, несколько реже. То есть очащенный ритм и урежение. Наоборот, редкий. То есть тахикардия – это частый ритм, брадикардии – редкий ритм. Тахикардии, наджелудочковые, желудочковые различные нарушения ритма в зависимости от места их возникновения. Да. Они тоже могут быть и опасными, и не опасными. Наиболее часто встречающиеся наджелудочковые нарушения ритма – это фибрилляция претердий. Это же нарушение ритма может быть очень опасным в плане других осложнений, не связанных с речесосудистой системой. Осложнения, связанные с образованием тромбов в сердце. В зависимости от факторов риска у человека с заболеваниями, со структурными нарушениями могут образовываться в ушке левого претердия. Чаще всего тромбы, которые в определенные моменты могут попадать в сосуды, которые кровоснабжают головной мозг, почки, кишечник, вызывая различные очень серьезные осложнения. Для профилактики, естественно, назначают соответствующее лечение и обследование. То есть, Олег Николаевич, получается, что нарушение ритма, когда оно патологическое, оно чревато, вы уже сейчас сказали об этом, осложнение какое-то повышенный риск тромбообразования. Если мы говорим о фибрилляции претердия. Да, именно от мерцательной ритмии и так далее. Да, но существует еще, как ранее сказал, брадикардия, когда ритм редкий, когда возникают различные блокады в сердце, когда импульсы не проходят от одних отделов к другим. То есть, нарушение проводимости сердца. Да, но, образно говоря, должен, наверное, рассказать о том, что существует в сердце определенная система образования и проведения электрических импульсов. И с помощью этой системы различные камеры последовательно сокращаются, создавая необходимый кровоток на данный момент в организме. Если какая-то физическая активность, психическая выраженная активность, то ритм возрастает, соответственно, ткани и органы, и центральная нервная система обогащается питательными веществами, которые приносят кровь более быстрым кровотоком. А когда возникает некомпетентность ритма, когда синусовый узел, наш основной генератор, дает слишком мало импульсов, тогда в определенные стрессовые ситуации организм не получает нужное количество крови и могут возникать обмороки. Это опасно внезапной смертью. Это мы уже говорим о том, что человек может чувствовать во время нарушения ритма. К этому подходим. Да. Но вот есть синусовый узел, который задает ритм в зависимости от... Правильный синусовый ритм. Да, правильный синусовый ритм в зависимости от потребности организма в данный момент. В синусовом узле есть множество, образно говоря, датчиков, которые воспринимают посылы из нервной системы, какие-то посылы из крови, ответ на выбросы различных стрессовых гормонов. Дальше такая вот, можно сказать, перераспределительная проводящая станция – это атриовентрикулярный узел, претерно-желудочковый узел, который отделяет претердия и желудочки. Потому что в норме должны сначала сокращаться претердия, затем желудочки. Это такая, можно сказать, перераспределительная станция, от которой идут такие вот кабели электрические. Две ножки пучка Агиса, кровоснабжающие, вернее, снабжающие импульсом электрическим правой и левой желудочки. Основные насосы сердца, которые качают кровь по всему организму. И вот брадикардии могут быть и на уровне синусового узла, когда сам узел некомпетентен и не дает достаточно частого ритма. Могут быть блокады, нарушения проведения импульса от самого этого синусового узла к тканям претердий. Например, проводится каждый второй только импульс, да, или каждый третий. И блокады, которые развиваются, нарушения проведения импульса на уровне отриовентрикулярного или претердия желудочного узла. Олег Георгиевич, давайте вот простыми словами все-таки скажем нашей аудитории, да, вот какие должны появиться симптомы, или как человек должен почувствовать какие-то вот ощущения должны появиться, да, чтобы действительно он насторожился и обратился к специалисту, к кардиологу, к терапевту первичного звена, да. Вот какие должны быть проявления? Ну, прежде всего, перебои в работе сердца. То есть чувство перебоя в сердце, в области сердца. Да, нужно обратиться к терапевту, к кардиологу. Чувство нехватки воздуха или одышка. Одышка тоже может проявляться, когда редкий ритм, так же, или когда, наоборот, он слишком частый. Это будет все проявляться одышкой. Головокружение, что-то в голове, синкопальность. Да, обмороки. Это часто достаточно сопровождают блокады сердечные, внутрисердечные. Ощущение пульсации тоже какое-то может быть, да? Ну, в области сердца, ну, да, разные люди воспринимают по-разному нарушение ритма. Дискомфорт волосы сердца, опять же. Переворачивание сердца. Да, по-разному описывается. Но если мы говорим вообще о сердечно-сосудистой системе и поражении сосудов, которые кровоснабжают сердце, то могут быть боли, жгучие, давящие, связанные с физическими нагрузками. То есть, уже синкардия такая появляется. Которая тоже может сопровождать различия нарушения ритма. А иногда бывает даже, вот, пациенты говорят, например, там, чувство замирания в сердце, да, вот тоже они так ощущают, да, как то бьется, то не бьется, да, тоже проявляется. Это вот чаще, наверное, экстрасистол, да, как раз вот проявляется? Да, замирание часто проявляется экстрасистол, но блокады также могут проявляться замирание. Потому что выпадает, например, каждый второй импульс не проводится к желудочкам, и человек чувствует, что какие-то паузы возникают. То есть, в этом случае, в любом случае, если хоть один из симптомов появился, да, из каких-то таких ощущений, то обязательно нужно обратиться к врачу, правильно? Или если, например, вдруг возник редкий пульс, ночью такое бывает, в любое время, вдруг пульс 30, да, 36, 38, и не дай бог какой-то был обморок, выраженное головокружение, это вообще повод вызвать скорую помощь. Приедет скорую медицинскую помощь, зарегистрирует кардиограмму. Если есть там какие-то нарушения ритма серьезные, то пациент будет доставлен. Олег Николаевич, ну вот понятно, что чаще всего, конечно, идет там такой амбулаторный, консервативный метод лечения пациентов с нарушением ритма, да, но иногда бывает, что они не всегда эффективны, да, и получается, что на смену им приходят уже хирургические методы лечения. Я уже подвожу нашу тему к тому вопросу, к той теме, которую мы обозначили в программе. То есть к установке или, значит, к установке электрокардиостимулятора. Скажите, пожалуйста, что такое электрокардиостимулятор, что это за чудо такой аппарат, как он выглядит, какое питание у него, да, как долго длится операция по его установке? Вот давайте на это ответим. Ну, прежде всего, кардиостимулятор, электрокардиостимулятор устанавливается, имплантируется тогда, когда нарушение ритма, блокады вызваны каким-то постоянным неустранимым фактором. Не подается, то есть, лечение. Да, то есть, если мы консервативно не можем справиться, то тогда имплантируется особое устройство. Ну, вот я принес, так выглядит электрокардиостимулятор. Он состоит из корпуса. Давайте покажем прямо на камеру. Да, состоит из корпуса, из титана. Это герметичный корпус, внутри которого располагается электронная схема. Ну, это, можно сказать, целый компьютер, который позволяет физиологично стимулировать различные камеры так, чтобы это было как в норме. То есть, это аппарат, который протезирует функцию и синусового узла, и атеровентрикулярного узла. То есть, всю проводящую систему сердца, после тела. И там существует множество различных алгоритмов, которые позволяют человеку жить так же, как и обычному человеку без блокады. Это вот двухкамерный стимулятор. Питается он как? Значит, там находится вот эта электронная схема и батарея. Батарея там особенная, она служит долго, но ее срок службы тоже зависит от того, какие параметры стимуляции. Сколько? Полгода, год, сколько? Служит от 7 до 15 лет. Ух ты! То есть, не бессменно, не надо ничего не менять? Менять, ну, там через 10-15 лет. И вот коннекторная часть, которая подсоединяется к концу электродов. Один конец электрода в кардиостимуляторе, другой конец электрода в определенных структурах сердца. Как долго длится операция по установке? Операция длится, ну, около часа. В зависимости от различных особенностей. Может быть и дольше, может быть и меньше. Однокамерный стимулятор утонавливается быстрее, около 40 минут. Двухкамерный чаще, около часа. Олег Григорьевич, какая-то особая подготовка нужна к операции? Или это вот такая, в планном порядке это всегда делается? Это делается и в планном порядке, и в экстренном. В планном порядке, но... Ну, в планном лучше, наверное, все-таки, да? Лучше, да. Ну, есть такие пациенты, которым нужно делать это экстренно. В планном порядке сдается общий анализ крови, биохимический анализ крови. Обязательно сдается, ну, особый анализ крови на свертываемый зельталп, так как это все-таки хирургическая операция, как углограмма. Кровь на различные... Ну, реология крови обязательно должна быть, конечно, предоставить. Да, да. Гематогенные инфекции, все как бы по стандарту. А в экстренных случаях, конечно, там минимум обследований, потому что иногда это бывает жизнеспасающая операция. Ну, вот после постановки или установки кардиостимулятора, электрокардиостимулятора, как меняется жизнь пациента все-таки, вот его образ жизни, какие-то, может быть, определенные уклады, уже определенный уклад какой-то жизни. Что происходит? Ну, во-первых, кардиостимулятор позволяет человеку расширить свою двигательную активность, так как ритм уже совершенно нормальный. У человека уменьшается одышка, нет обмороков, расширяются его какие-то жизненные функции. То есть он становится физически активным, трудоспособным, как правило, трудоспособным, активным. Активным, может заниматься спортом, но некоторый вид спорта, конечно, нельзя применять. Ну, это все оговаривается, все это рассказывается. Да, это все оговаривается. Ну, какие-то там виды спорта, где могут быть удары, мечом. Ну, это, в принципе, никому бы лучше. Не знаю, такие виды спорта. Да, резкие такие виды спорта, они тоже лучше скультурой, наверное, заниматься больше, да? Просто, да, физкультура, бег. Иногда, потому что кардиостимулятор имплантируется и молодым людям. Ну, существуют такие некоторые заболевания, врожденные от ревентрикулярной блокады. Поэтому здесь тоже, как бы, человеку нужно значимо расширять свою активность. Олег Николаевич, а какова реабилитация таких пациентов? Все-таки сейчас вот настолько выходит на первое место вообще вот эта реабилитация, революционные мероприятия, они вообще как бы улучшают и прогноз пациента, да, и улучшают его жизненный прогноз, и трудовой прогноз. Вот давайте несколько слов о реабилитации пациентов с электрокардиостимулятором. Ну, вот некоторые ограничения могут быть в течение первого месяца после имплантации. Нужно ограничивать просто активность руки в области которой имплантируем кардиостимулятор. Это может быть справа и слева. Правша мы имплантируем кардиостимулятор слева, левшам справа, для того, чтобы он не мешал работе. Все-таки ограничивать тяжести до 5 килограмм на этой стороне, но тоже в течение месяца. Вот. А каких-то особых реабилитационных мероприятий не нужно. Даже наоборот лучше. Человек очень быстро возвращается к обычной жизни. Олег Николаевич, вот все равно, что касаемо, все-таки хочется, тема психологического какого-то аспекта, все-таки нужна какая-то вот такая работа по отношению к пациенту? Все-таки, ну, электрокардиостимулятор все-таки это, да, инородное тело. Все-таки нужно, наверное, пациенту обговаривать, что в ее жизни ничто практически не изменится, все будет хорошо, да? Как-то вот эта тоже работа ведется. Ну, мы это всегда, да, объясняем пациенту. Ну, пациент, конечно, ощущает, что какое-то там… Ну, какое-то время, наверное, да, потом уже… Да, какое-то время, потом они перестают, да, ощущать. Есть какой-то предмет в области большой грудной мышцы. Но чаще всего потом человек адаптируется. Мы, естественно, говорим о том, что нельзя проводить некоторые виды обследований. Это прежде всего магниторезонансная томография, потому что большие магнитные поля могут навредить работе кардиостимулятора и привести к его сбою. То есть КТ, компьютер томограммы, КТ, МРТ, то есть… Нет, КТ можно. КТ можно. Рентгеновская компьютерная томография, она разрешена. Рентген. А вот МРТ? МРТ абсолютно противопоказано в большинстве случаев. Но сейчас есть современные электрокардиостимуляторы, которые состоят из особых сплавов, МРТ-совместимых. Но это должна быть вся система КС, МРТ-совместимая. И электрод, и сам корпус электрокардиостимулятора. У нас в Ульянской областной больнице такие МРТ-совместимые устройства тоже имплантируются. Чаще, конечно, это происходит молодым пациентам, ну или пациентам, которым в ближайшее время может потребоваться МРТ. Олег Николаевич, а есть какие-то возрастные аспекты? В каком возрасте? Какие-то есть? Или, может быть, группа риска? Какие-то есть такие темы? Возрастные аспекты нас, в принципе, не касаются. Мы имплантируем кардиостимулятор в любом возрасте. Но детям только мы не имплантируем, потому что там особая система, особые доступы к имплантации. Это все-таки имплантируется вне педиатрии в Москве чаще деткам. А взрослым совершенно разные возрасты. И в 90 лет, и в 100 лет у нас был пациент, которому имплантировали, по-моему, в 102 года кардиостимулятор. Ух ты, это прям маленькая победа такая, да? Да. И человек живет с более качественной жизнью с помощью кардиостимулятора. Олег Николаевич, а вот эта операция по установке электрокардиостимулятора, она делается в системе ОМС, да? И возможно ли, например, в федеральном центре, или у нас это делается, в принципе, на высоком уровне, да? Или если человек, например, хочет, а я, говорит, вот хочу, например, в федеральном центре, в Москве или в Питере, там, ну, я не знаю, где у нас центры эти находятся федеральные, основные такие, базовые? Ну, научно-медицинские исследовательные центры, это головные учреждения Москва, Санкт-Петербург, научно-исследовательский медицинский центр имени Алмазова, имени Бакулева. Это от бойцов там, да? Да. А различные головные учреждения также занимаются имплантацией электрокардиостимуляторов. Но там, может быть, еще и имплантируются более сложные устройства, такие как CRTD, то есть аппараты, которые имплантируются для улучшения функционального, функционирования сердца при сердечной недостаточности. Трехкамерные устройства, которые улучшают сократимость за счет улучшения, синхронизации сокращения различных камер. У нас такие аппараты не имплантируются, там нужны особые условия, но их достаточно много имплантируют, вот как раз-таки в больших научно-медицинских центрах. Но здесь мужецизация отработана, да? Да, здесь мужецизация отработана, пациенты получают эту высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС. То есть обязательно снижение страховано? Все абсолютно бесплатно, да. Если пациент хочет, чтобы ему имплантировали кардиостимулятор в федеральном центре, без проблем мы направляем. И в Алмазовский центр, и в Центр Москве, и чаще всего это федеральный центр в Пензе. То, что Ульяновский регион – это зона ответственности в Пензеевском центре. Олег Николаевич, возвращаясь все-таки к диспансеризации и диспансерному наблюдению. Вот пациенты с установленным электрокардиостимулятором. Диспансерно наблюдаются какими врачами, как часто нужно посещать врачей, как часто нужно проходить обследование. Все-таки, смотрите, как мы уже говорили, реологические свойства крови, свертываемость, биохимические показатели. Насколько это тема? Должен сказать, что кардиостимулятор – это устройство, которое определенные функции выполняет. При блокадах протезирует функцию АВ-узла или синусового узла. Но ни в коем случае это не замена сердца. Если у человека есть заболевание сердца, то они должны, эти люди, получать лечение соответствия со своими заболеваниями. То есть, химическая болезнь сердца же все равно будет базовая. То есть, они получают и соответствующее лечение, и с кардиостимулятором наши возможности по лечению пациентов расширяются даже, в том числе по нарушениям ритма. Мы можем различные антиоритмики назначать больным с кардиостимулятором. Если раньше мы их не могли из-за брадикардии, то с кардиостимулятором наши возможности возрастают. Поэтому и лечебные возможности возрастают. Пациенты обязательно контролируются при выписке. Это особое устройство. Называется программатор. У каждой компании, которая выпускает свои особенные кардиостимуляторы, там есть некоторые особенности, но в принципе одинаковые. И с помощью этих программаторов мы программируем более оптимальный режим работы кардиостимулятора. Острый период, это около 100 дней, мы при выписке проверяем, аппарат работает на повышенных параметрах, дальше пациент к нам приходит, и мы оптимизируем его в работу в соответствии с порогами стимуляции. Так, чтобы минимизировать затраты батарей, чтобы аппарат прослужил дольше. И дальше пациенты приходят к нам примерно в полгода раз, если мы не назначим более частый контроль. Такой иногда может быть. Полгода или в год раз пациенты приходят к нам на контроль. Диспансерное наблюдение по месту жительства кардиолога тоже обязательно, потому что кардиостимулятор имплантируется пациенту опять-таки с каким-то набором заболеваний. Даже в принципе, наверное, диспансерное наблюдение терапевта-участкового, да, при консультации кардиолога, наверное, вот так более, наверное. То есть антиатросклеротическая терапия, терапия, направленная на контроль давления, антиагрегантная терапия, которая назначается после парков. То есть все, что по стандартам при этих... Да, все это также продолжается. Иногда мы временно можем приостановить назначение препаратов, разжижающих кровь во время самой операции, а потом все это возобновляется. Поэтому через три месяца обязательно контроль, дальше каждые полгода или в год раз, зависит от того, как мы назначим. Проверяются кардиостимуляторы у нас в областной больнице, есть амбулаторная служба аритмологическая, занимается Павел Анатольевич Байрашевский. Там особая группа. Все мы знаем этих пациентов с кардиостимуляторами, они периодически к нам приходят. Олег Геннадьевич, ну, все-таки вот, ну, сколько у нас таких пациентов с электрокардиостимулятором? Около, наверное, пяти-шести тысяч человек. Пяти-шести тысяч, да, все-таки. Ну, то есть, в принципе, эта работа отлажена, да, я так понимаю, что все-таки очень, очень, вот, судя по нашему разговору, да, очень важный аспект – это выявление аритмии, да, выявление, определение ее генеза, да, откуда, чего, да, вот это возникает. И потом уже, то есть, специалисты уже должны решать однозначно… Да, выявление факторов, которые, может быть, можно устранить, и тогда имплантировать какое-то инородное тело и не понадобится. Ну, те же факторы риска, да, устраняем? Да, ну, различные, да. Множество, может быть, устранимых причин, которые вызывают бродикардии. И если мы это не можем устранить, то, естественно, имплантируется кардиостимулятор. Наша служба этим занимается. Вот в плане предупреждения именно вот сердечно-сосудистых заболеваний в целом, вот, ну, понятно, что с аритмиями очень много связано, порядка 15%, мы говорили в начале программы, вот, но все-таки вот в целом, как предупредить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, прежде всего начнем с немедикаментозных мероприятий, да, это образ жизни. Образ жизни – самый первый. Умеренная физическая активность доказана, были исследования, это было доказано, они снижают риск развития атеросклероза. Ну, вредные привычки тоже, давайте мы из программы в программу об этом говорим, да, но уже не знают. Обязательно, да, курение – это огромный, значимый фактор риска. Доказаны уже, доказаны абсолютно. Однозначно, доказаны сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, даже и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Питание тоже, питание, рациональное питание. Рациональное питание, то есть нужно все-таки контролировать вес, меньше потреблять животных жиров. Животные жиры содержат много холестерина, что может в итоге негативно. Ну, так называемые паральные углеводы, да, тоже это очень важно. Да, обязательно контролировать уровень сахара. Существует для этого диспансеризация, где в определенном возрасте, да, пациенты дают группу обследований, где выявляются группы риска, да, по заболеваемости. Вот диспансеризация, да, тоже вот за такой маленький промежуток времени, да, вот в принципе, в эти 30-40 минут от силы, да, нужно потратиться на себя, просто прийти в поликлинику, да, просто обратиться в отделение или в кабинет медицинской профилактики, или в Центр здоровья. И, в принципе, вот это настолько все быстро, все это настолько, да, действительно актуально. И самое главное, что на самом деле выявляется, да, и патология, и если надо, направляется пациент на второй этап, да, уже если там какое-то заболевание подозревается. То есть хочется вот призвать телезрителей, в целом наши зрители, чтобы действительно вот обратили внимание на свое здоровье. Ваше здоровье в ваших руках, да, мы всегда поможем, да, всегда мы рядом, но, тем не менее, вот нужно всегда заботиться о своем здоровье. Нужно обращать внимание на свои собственные какие-то дискомфорты и действительно проконсультироваться, потому что у нас достаточно широкая, да, помощь амбулаторная, обратиться к врачу, если что-то беспокоит. И дальше уже врач определит, важно, этот симптом важен или это какой-то симптом не опасный. Но, тем не менее, если что-то беспокоит, конечно, проконсультироваться важно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Спасибо вам. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.